Кто там 100 грамм, господа и друзья, товарищи, с вами снова RG Sniper. И сегодня я решил заклеить свои ласты и отдохнуть на красивом острове Трахенбахен. Нет, это не самый большой трахобаходром на всей Пандоре, хотя у него есть шансы им стать, точнее это место самого насилия. Тут постоянно какие-то пираты, гробоиды, крабочерви, кстати я вижу крабочервей, хотя не-не-не, это как раз гробоиды, мелкие сошки, но очень неудобные сошки. Вообще, вы, как вы заметили, я пытаюсь их укосить очень хорошим дробовиком вызов обществу. Конечно, это не Гароль, там, Грок, Разрыв и прочий топовый шмот, но всё-таки. В прошлом видео вы сказали, что мне особо нравятся эти шмотки, хотя не очень нужные шмотки. Они вас задолбали, заколебали и прочие страшные... Ай, слова с ними вы сделали. Поэтому я сегодня решил воспользоваться шмотом, который у меня просто есть. Хоу, я только что завалил пирата Флорентином. Флорентином, который можно только шлаковать и чуть-чуть бить током. Так, пытаюсь убрать интерфейс, но у меня пока не получается. Почему, не понимаю. Ай, зараза, не забыл зарядить магазин. Ну-ну-ну, давай-давай-давай-давай. Зараза, ай, вот это меткач, скажу вам. Ну давай, молодец, красота. Так, давай я тебя притяну. Ну что, кто-то ещё остался. Ха, правильно, никто. Хотя нет, кто-то остался. Так, убираю интерфейс. Между прочим, покопался в консоли, поменял пару параметров. Пожалуйста, могу включать интерфейс. Ещё могу отрывать камеру, снимать красивые панорамные виды. У меня есть уже пара видео, я буду потихоньку их скидывать. Так, решил попользоваться кирбластером, но он тут сейчас особо неэффективен. Стоп, куда я подевал свой гарольд? Куда-то, может быть, и подевал. Ладно, неважно. Вот, добиваю крабика. И меня чуть не добивают. Бедная моя Майя. Ну, она у меня стойкая девушка. Сбивает всех практически. Её сбивают тоже. Так, ну давай, давай, давай. Зараза, нет. Тут нужен разрыв. Как ни крутите, но разрыв я всё-таки достану. Али, оп. Готово. Опа, у меня даже... Достижение. Новый облик для игрока. Хм. Все облики у меня уже есть, так что извините, я думаю, его я выкину. Так, у меня интерфейс опять не пропадает. Фух. Чуть не попал под эти якоря, которые можно зарканить кого угодно. Жаль, некого. Ну что ж, продолжим так. Отключай, наконец-то. Да. Камера третьего лица. Специфично, но достаточно забавно. Если бы ещё пара функций добавилось, было бы просто прекрасно. Но думаю, сейчас уберу эту функцию. Стоп. Какую кнопку я нажал? Ай, ёлы-палы. Крабики, они такие милые. Они норовятся меня обнять, обнимашечки. Но я думаю, что не самые лучшие обнимашечки. Учитывая то, что они в кислоте от моего щита и в шлаке от моего пистолета-пулемёта. Ох. А захватывать здесь же просто. Ну что. Кстати, несмотря на то, что я... О, отлично. Несмотря на то, что я очень сомнительно отношусь к Headhunter пакам, этот Headhunter мне очень даже радует. Сэр Хаммерлок против сына Крамеракса. Или, как я люблю его назвать, против Краба Храбика. Это так мило. Несмотря на то, что я считаю Headhunter обрезками, он мне очень даже нравится. Вообще, Headhunter паки это то, что должно было быть в дополнении крошкой Тина штурмует обитель дракона, но почему-то туда не попало. Вот хоть тресните, но не попало. Хотя, может быть, красавчик волшебник не дотянул до сюда свои чарующие ручонки и не захватил это место и не покрыл его мраком. А жаль, было бы очень даже интересно тут побывать. В общем, сеттинги Tiny Тинас. А так, разработчики очень неплохо заработали. Между прочим, дополнение крошкой Тинас стоит где-то 5 долларов. Headhunter пак 1, который отнюдь не... Несколько часов проходит, а всего лишь 40 минут. Он стоит 2 доллара. Плюсуем на 5, получим 10 долларов. В итоге на Headhunter гербуксы заработали больше, чем на Tiny Tina. Хотя Tiny Tina они всем отрядом выпахивали, мучили, но всё-таки сделали. Они не отдавали дополнения аутсортным компаниям, а отдали лично в свои же руки. Но тем не менее... Tiny Tina не так много уже заработал. Так, опять эти пираты. Сейчас будем их, заразая, промазать. Но вопрос, ну почему нельзя какую-то автонаводку на этот захват сделать? Такую лёгкую. А то... Целишься в тело. В итоге получает... Всех свистюлей и ближайшая бочонка. Так, опять у меня вызов обществу разряжен. Поэтому мы его сейчас зарядим и... Так, смотри, давай-давай-давай. Капец, он уже... Он головешка. Но он ещё живой. С ума сойти. Давай, я тебя пытаюсь убить. Я убил тебя из Флорентина, как мило. Эх, кстати, вообще Флорентина-то уникальная штука. Жаль, очень дорого стоит. Продаётся за кристаллы серафимов. Я давно хотел сказать, что это какая-то особая вариация Ридия. Только огранённая по-другому и немного другого цвета. Но где её добывают? Это было бы очень любопытно. Ещё любопытно как бы ими пользоваться. Не просто, чтобы продавать за такие серафимские пушечки. А... Чтобы стать непобедимым, как... Все... Гиппи... Джи... Питы... И прочие товарищи. Пока я пытаюсь убить этого... Пирата... У меня это получается с переменным успехом. Так, чувствую, что сейчас я потрачу ещё одну ракету к разрыву. И я это сделаю... Что? Как? Понятно. Это старый добрый баги Borderlands. Когда ты стреляешь противника в упор... И снаряды проходят сквозь него. Магия, сказал бы Дэвид Блейн. Так. А ты... Ты тоже очень живучая зараза. Но я тебя всё-таки пришлёпну. Как ни крути. Это же моя маечка. Хорошенькая, милая. Красиво-синеволосная. Правда, её выкрасил белые волосы. Но это неважно. Хотя мне больше, конечно, нравится Лили. Она... Пылкая. Ржеволосая. Буйная. Весёлая. И просто красавица. Спортсменка и комсомолка. Я, кстати... Давно хотел видеть игровым персонажем во второй части. И неважно, что по сюжету это немного нелогично. А в принципе, что такое сюжет Borderlands? Даже несмотря на то, что он сделал большой шаг во второй части. Можно на главного героя поставить кого угодно. Хоть мою кошку. Всё равно от этого хуже не станет. Но, в принципе, это говорит о том, что Borderlands, он так более-менее хорошо сделан, что играть его может каждый дурак. Ну, практически каждый. Всё-таки на Ultimate World Hunter сложность зашкаливает. Так. Сейчас я должен пойти... Так. Интересная дверь. Думаю, её надо открыть. Но как её открыть? Без понятия. Так, надо вообще найти, куда цель. Куда я иду? Чувак! Я тебя не заметил, извини. Привет, сэр Хаммерлок! Как жил жизнь? Так, приветствую, конечно. Ты алкоголь самогонишь. Печаль беды. Я тебя бы застрелил из разрыва, но мне жалко. Так. Ну что, уберём интерфейс. Сейчас будем тебя защищать, сэр Хаммерлок. Я думаю, что праздник обязательно не обойдётся без краба червей, оркидов, пиратов и прочей живности. Ну что, открываем, оттуда вылезает. О, не, никто не вылезает. С острова... Остров Гедонизма? Да. Остров Самолюбия тебе по праву нужен. Да, кстати. Давай, давай, давай. Куда вы его подевали? Ай! Да, 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 Лиля, кто-то похитил Хаммерлока, кто не знает. Нет, укладывай вещи. Да, мысли есть, Мордекай? Всё, что от Хаммерлока осталось. Где можно найти его вещи? Так, ладно, я повещу боеприпасы. Только что украли Хаммерлока, ну ё-моё. Я, конечно, понимаю, что он не самый идеальный персонаж, не самый идеальный человек, но... Не надо воровать Хаммерлока. В мире очень мало хороших людей, и не только людей. Вообще, мир... Мир опасен, ужасен, и так далее. А сейчас я включаю интерфейс, ибо без него я не могу поднимать ни единого предмета. Только пробегаюсь, и то не факт, что подниму. Итак, вообще, я хотел давно сломать всю игру, внести в неё Creation Kit или мастерскую Steam, чтобы можно было делать кучу новых скинов бесплатно. Новых скинов бесплатно. Делать персонажей игровыми. В конце концов, можно весь, все локации, всю первую Borderlands внести во вторую. Это как Моровинт внести в Skyrim. Кстати, сейчас очень успешно пытаются сделать любители. Я, конечно, понимаю, что многие старые фанаты негодуют, но... Это прикольно, мне понравилась демо-версия. Стоп, я должен ввести бухлов в Аркида? Нет, конечно, я понимаю, что насекомые выдержат всякое, падение с высоты и всё такое, но засадить по самой не могу шприц с опиатом в Аркида? Господи. Это хоть поможет? Пробить, м-м. Чувак, сейчас Брик будет навешивать тебе люлей, уже. О, господи. Но я представляю себе Брика в смокинге. Выглядит прикольно, но очень будет похож на мясника из полуночного экспресса. Достаточно занятный фильм для тех, кто любит кровавые ужастики. Представьте себе, мужик в строгом костюме заходит в метро. Последний экспресс перед полуночью заходит, достает молоточек и давай всех мутузить. А в чём, собственно, завязка сюжета, я вам не скажу. Сами смотрите. Так, я сейчас должен собрать все припасы. Зарядиться полностью и пойти на жучков, на милых, прекрасных жучков в Аркидах, которые на 8-м сверхуровне представляют собой, ну, приличную угрозу. Хотя, казалось бы, ну, подумаешь, размером с мою кошку. Нет, я понимаю, что игра хочет дойти до реализма и всё такое прочее. Но реализм, сложность в игре, где можно убиться. Точнее, не убиться, с большой высоты упав. Ну, господи. Но это же вам не Call of Duty, только Call of Duty. Ладно, проехали. Сейчас я пытаюсь спровоцировать в Аркидах к размножению. Так, ну-ну-ну, ну-ну. Так, давай, включаем. Отлично. У-ху! Отлично! Я успел, я успел. Так, осталось это всех прибить. Тебя, тебя, тебя. Молодец. Опа, только родился уже бухой в свинину. Это точно. Золотая мечта Аркида, да ну. Я знаю страшные истории о том, как дети от наркоманов, от наркоманок рождаются уже с ломкой. И так же умирают. Я не думаю, что родиться бухим, это так же хорошо. Да и при жизни лучше бухим не быть. Гибло это дело. Я, кстати, однажды умудрился всех бухих протрезветь. Вылив ликер себе в глаз. Да, вы не поверите, я вылил ликер себе в глаз. В глазищу. Но зато не протрезвели. Опа. Лили понравился Коготь. И Коготь тоже полюбил Лили. Ой, ой. До крови покусал. Да, он, наверное, такой милый. Но Лили, она у нас крутая девушка. Она выдержит абсолютно всё. Так, надо будет перепройти первый Бордерлендс и снова вспомнить, как играть за Лилю. Эх, какие были времена, но я обязательно это сделаю. Мне же нужно сделать видео про то, может ли быть Лили игровым персонажем в Бордерлендс 2. Я для неё придумал прокачку. Конечно, половину объединил с прокачкой маги. Но, я пытался внести только уникальности и личного фанатизма к этой прекрасной рыжеволосой девочке. Так, ну что, я должен пристрелить эту камешню, пока она не устроила. Тут массовое захоронение, точнее, массовое размножение. Недавно выкорил моль. Опа. Страус варкит. Картина маслом. Вроде бы и прибил, а вроде бы нет. Так, ну что, сейчас будем заканчивать почему-нибудь это видео. Вторая часть будет скоро. Я сейчас попёрся дальше. Блин, я должен сейчас снова с этими варкитами мучиться и так далее. Ладно, помучаемся чуточку попозже. До свидания.